Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировских чиновников пересадят на «Лады-Гранты». Об этом заявил глава администрации Вячеслав Симаков во время обсуждения программы приватизации. В нее предложили включить два автомобиля «Тойота Камри» 2018 и 2007 годов выпуска. По словам Симакова, два эти авто планируют поменять на три «Лады-Гранты», так как содержать их дальше нецелесообразно из-за подорожания импортных запчастей. Цитирую. «У нас на сегодня очень плачевное состояние всего гаража. Скоро все «Тойоты» и «Шкоды» встанут. Начнем с этих двух «Тойот», потом пойдем дальше», передает слова Симакова портал Источник Онлайн. Все ли полностью машины в автопарке мэрии заменят на отечественные авто, пока непонятно. Сейчас на «Гранты». Дальше будут смотреть, что могут себе позволить, отметил Симаков. Экономика. В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции в стране временно опустится ниже 4%. В базовом сценарии годовая инфляция может составить 5-7% в 2023 году, а в дальнейшем будет находиться около 4%. Т-Плюс приступила к первым реконструкциям тепловых сетей в Кирове. Работы проводятся без ограничения по поставке тепла и горячей воды в дома потребителей. Сейчас работы идут на переулке в Вершининском и на улице Красина в районе школы номер 40. С середины апреля продолжатся работы по модернизации теплосетей на улицах Широнинцев, Шинников и Цеховой. В 2023 году Т-Плюс обновит в Кирове и Кирово-Чепецке около 60 километров трубопроводов. Общая сумма инвестиций составит более 2 миллиардов рублей. Всего за сезон Т-Плюс в Кирове необходимо модернизировать 52 объекта. По большинству из них уже найдены подрядчики для выполнения работ и приобретены материалы. Отмечу, что в этом году все работы по реконструкции теплосетей будут проводить с резервированием горячего водоснабжения потребителей по временным трубопроводам, то есть кировчане не будут оставаться без горячей воды. Ознакомиться с картой предстоящей реконструкции можно на сайте «Горячая вода» в Кирове. В студии работала Мария Кожевникова. Программа «Экономика».